Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос получается такой достаточно объёмный, поэтому я не буду его перечитывать и зачитывать. Я буду его читать и давать комментарии свои. Значит, не могу понять, как девушка ко мне относится. Пишите вы. Давайте здесь сразу вам уточним, что вам крайне желательно опираться на то, как вы относитесь к девушке. И крайне желательно опираться на то, что для вас приемлемо, а что нет. А вы в данном случае, пытаясь понять, как относится к вам девушка, просто рискуете вот в этом смысле раствориться, потеряться. Просто потому, что девушка может относиться к вам, вообще-то говоря, по-разному совершенно. То есть она может относиться к вам один день так, другой день так и так далее. Кроме того, если я правильно вас понял, то вы не совсем в курсе того, в каких, например, реалиях она живёт. То есть, что это за реалии у неё. Ну, в смысле, какие у неё обстоятельства её жизни. Вот. Так что, когда человек в данном случае пытается понять, как относится к нему другой человек, то ничем хорошим это, как правило, не заканчивается. Именно по той причине, что люди могут относиться, ну, на самом деле, по-разному к нам. А только нам, только нам необходимо и только нам можно, как бы так это сказать, да. Определить, определять, кто как к нам может относиться. Кто как, ну, кому как можно к нам относиться. Давайте я вот так скажу. Да. Дальше. Есть девочки, знакомые три с половиной года, но хоть как-то общаться начали плюс-минус меньше года. А что изменилось? То есть, ну, вы, если я правильно понял, да, то вы, ну, к примеру, вы познакомились. Эм, вы познакомились, эм, с ней. Эм, вот. Эм, что изменилось? Эм, когда вы, эм, с ней знакомились, эм, что между вами общего? То есть, как, как вы, ну, как вы, как вы, как вы познакомились? Эм, в смысле того, эм, что вас объединяет. Эм, вот. Это довольно важный момент, потому что, если общего между вами немного, эм, то это, в общем-то, может быть, эм, такой довольно серьезной, эм, проблемой для общения. Дальше. По факту я в нее влюблен, а вот насколько взаимно, не знаю, взаимно ли вообще. А что вы подразумеваете под влюбленным? Давайте попробуем немножко раскрыть, чего, чего вам хочется. Мы живем в разных городах, поэтому видимся крайне редко. То есть, познакомились вы, получается, в интернете. Эм, что замотивировало вас знакомиться в интернете, вот конкретно вас? У меня из текущей дочки есть возможность и желание приезжать по своим личным делам в ее город. Мой родной город раз в месяц, если встречи не получаются, то мы не видимся еще плюс месяц точно. Ну, то есть, имеется в виду, что здесь, эм, устроено все так, что, как бы, зависит только от вас. А вас это устраивает, что вот все зависит от вас только? Далил цветы, как лично, так и с доставкой. В целом она их принимала, продолжила мило общаться. Выгоды на месте от меня никакой, повторюсь, живем в разных городах. Я думаю, что здесь, эм, момент, э, скорее в том, что вы сами как-то думаете о выгоде. То есть, э, пытаетесь убедить, э, себя, да, в том, что, э, ну, не ищет вас выгоды. Э, поэтому роль удобного друга для каких-то своих задач я сразу исключаю на 99%. То есть, знаете, даже вы не исключаете на 100%, и в целом вам как-то эта мысль пришла в голову, в голову. Э, что говорит о том, что, возможно, есть какой-то негативный опыт у вас. Вот. Э, с этим нужно поработать. А последние месяцы мы не виделись, не складывалось. Ну, опять же, да, вы пишете вроде бы, что не складывалось, но при этом выгод открываете, что, как раз там все несколько более односначно. Э, при писке она активно соглашалась на встречи, но по факту моего приезда их не было, у нее возникали дела. Это вот, э, очень похоже на избегание. Я допускаю мысли, что дела были очень реальны, но, тем не менее, также придерживаю собеждение, что когда нам действительно надо, мы находим время. Это правильно. В другой момент, что вы на эту позицию не опираетесь. То есть, да, вроде бы вы что-то считаете, но вы не опираетесь на эту позицию. В смысле того, что вы ее не придерживаетесь и вы ее не продвигаете, эту позицию. Вот. Дальше, вообще у меня непонятное поведение, оно немного неадекватное и противоречивое. Нет, оно, скорее всего, просто не соответствует вашим ценностям. Это разные вещи. Если я начинаю вообще исчезать из ее жизни, ничего не писать, никак не реагировать на происходящее, то при следующем контакте и переписке я получаю очистение агрессии и холод. Это манипуляция, это манипулятивное поведение, но я не думаю, что это манипулятивное поведение является чем-то осмысленным и специальным. То есть, скорее всего, реакция девочки. Если вы человек достаточно сильно старающийся думать логически, то и, как бы, ну, мужчина придерживающийся, так скажем, классических маскулинных ценностей, да, то что мужчина должен быть, там, главным, да, инициатором, защитником, вот. То, соответственно, вы выбираете такую девочку, которую будете завоевывать, вот. Ну, я имею в виду завоевывать, да, вот, в виде общения, в виде каких-то поступков и так далее. Опять же, не каждая девочка такое поведение примет. И, в общем и целом, это очень похоже на то, что девочки считают, что вы должны за ней ухаживать очень долго, вот. И добиваться и добиваться ее. При том, что не факт, что добьется, да. Переписка становится сухой, без смайликов, скобочек, одним словом, как бы, она вас посылала. Ну, вот, здесь, конечно, действительно есть такой нюанс, что у девочки есть свои какие-то проблемы. Да, то есть, мне, например, вот, например, показалось из вашего текста, что она вас идеализирует. И, как бы, не хочет, скажем так, с вами сближаться. Именно, вот, по причине того, что если она с вами сблизится, то разручит, ну, то, что себе, как бы, ну, придумала. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, девочка, вероятно, боится сближаться. Потому что то, что вы описываете, это про страх, такой вот, страх сближения, как мне видится здесь. Вот. И, в общем-то, чтобы не было, да, чтобы причины не было, важно понимать, что если на таком этапе отношений возникают трудности, если на таком этапе возникают какие-то проблемы, то я бы не сказал, что дальше будет лучше. Потому что ведь по накопительной схеме действует подобная история. Ну, скажем так, отсутствие взаимопонимания между вами, да, вот, ваше, скажем так, неудовольствие от того, как она себя ведёт, совершенно не означающее, ну, как бы, то, что человек как-то вот неправильно поступает, да, совершенно не означает, что человек поступает неправильно, это просто означает, что вот вы довольно разные в этом смысле люди, и для вас вот то, что с ней происходит, да, не является чем-то нормальным, то есть, вот, а для неё это же абсолютная норма, так сказать, ну, потому что если человек хотел бы, например, что-то изменить, да, то она бы, ну, что-то делала для того, чтобы что-то для того, чтобы поменять это. Вот. Поскольку она ничего не делает, то, соответственно, её всё устраивает, и в будущем ситуация, к сожалению, ну, вряд ли станет лучше. Вот. Обычно, обычно, такое поведение, да, оно, как бы, заканчивается чем? Оно заканчивается тем, что, значит, если действительно речь идёт про идеализацию, то вас потом начнёт обесценивать, и будет обесценивать очень сильно. Вот. Либо речь идёт о зависимости, то есть, когда к вам будет мёртвая привязка, и, соответственно, никакой свободы, там, постоянной ревности и так далее. Вот. Ну, есть ещё третий вариант, при котором, в общем и целом, просто, скажем так, постоянные требования. То есть, вот, постоянная история про то, что ты должен, значит, там, давай, 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 делай и так далее. То есть, вот, добивайся, как бы, такая вот, такая вот история. Вот. И, конечно, ну, конечно, в этом смысле вы находитесь в ситуации не самой лучшей, скажем так. Так. Вот. Дальше. Так, если знаки внимания проявляют, то переписка длинная и активная. Со смайликами, в том числе куча смущающихся смайликов. Практически в каждом сообщении она вставляет моё имя, часто задаёт уточняющие вопросы для подражания беседы. Да, она идеализирует некоторые стороны вашей личности или вашего общения. Так, иногда в контексте пишет, как восхищаются мной и моей смелостью, мужеством и т.д. Если каких-то реальных фактов вашего, ваших мужества и смелости нет, то это то, что она сама хочет видеть. То есть это её желания собственные. Ну, вот так вот она вот хочет, значит, вас воспринимать и, соответственно, со всеми вытекающими отсюда моментами. То есть какие-то моменты. Если вот она восхищается смелостью и мужеством, зная мужеством, значит, она как бы всю ответственность, в том числе и за себя, перекладывает на вас. Помните, вот, я говорил как раз про, ну, про классическую такую традиционность в отношениях, вот. Вот это оно, это оно самое. То есть, ну, опять же, вам здесь нужно просто спросить у себя, да, готов ли я, значит, полностью взять ответственность, да, за, ну, за всё, что происходит. Вот, и вероятно, там, получить отказ, там, или что-то такое. Такое. Вот. То есть восхищение смелостью и мужеством вас означает пассивность девочкам, в первую очередь. Вы сами подумайте, какого человека будет восхищать мужество и смелость. И что вообще я для неё пример. Да, это идеализация, в первую очередь она вспоминает меня, как я не знал, что я добился того, чего хотел. У нас схожая деятельность. Это идеализация, но, может быть, ещё речь идёт о том, что она воспринимает нас именно как ориентир. То есть, как мотиватор. Реагирует практически на каждую мою активность в состях, участвует в вопросах, двигает ползунки, при этом делается только тогда, когда я проявляю интерес. А вот здесь, это очень похоже на неуверенность в себе девочки. То есть, сама она не готова, получается, просто так интерес проявлять. Вот. Это просто самооценка. Её. Когда я исчезла, она вообще исчезла из моей виртуальной жизни. Ну, да. Вот. При этом всём она регулярно может отвечать на мои сообщения от двух часов до суток и более. Причём в этом какая-то неестественность проглядывается. Она может написать, что сейчас занято и прочитает, ответит завтра. И отвечает ли чуть ли не через сутки, а то и больше. Наверное, надо считать, что этот вопрос или сообщение важно. И раз это сообщение важно, то можно немножко подождать. На одно сообщение отвечает мгновенно, на другое через минуту, которое через минуту происходило через 5 часов. Я бы сказал, что здесь упирается в важность по мнению девочки сообщения и упирается в то, что у неё неравномерное психологическое состояние. Вот. Когда отвечает, может целое полотно текста описать, либо же отдельно развернуто комментировать на указы голосовое сообщение. Если вопрос чисто практически до ответа получается, в основном получаю. В итоге у нас личная переписка из двух десяти сообщений, может растянуться на три дня. Это очень похоже на искусственное повышение значимости. Я изнутри ощущаю такой балсил, мол, не особо ты мне интересен, у меня своя насыщенная жизнь. Да, только, скорее всего, об этом речи не идёт. При этом, если начинаю пропадать, я чувствую своеобразную обиду. Дело в том же, что девушка нарушает ваши личные границы, потому что ведёт себя неприемным образом, а вы с этим ничего не делаете, никак об этом не заявляете, ничего об этом не говорите. Как уже написалось выше, на встрече соглашаются, но по факту две последние сорвались по инициативе. И вам было неприятно, но вы ничего не сказали ей. Моя мужская логика ломается об эти противоречия. Сразу я заметил, что раньше она никогда мне не отвечала сутками, максимум два-три часа. Что-то изменилось, нужно посмотреть, когда это началось. Из-за этой ситуации я чувствую себя подвешенным. С одной стороны, между нами ничего нет, я формально свободен. С другой стороны, я ощущаю какой-то интерес с его стороны, поэтому по факту ощущаю себя занятым. Интерес ещё не означает, что вы заняты. Поскольку девушка не уверена в себе, она никогда не внесёт эту определённость, чтобы у неё всегда был путь отступления. А вы не доверяете себе и своим ценностям и так далее. Может быть, вы их даже не знаете. Так, когда девушка поблизости проявляет импатию, я не знаю, как себя вести, фактически отказываю им. Плюс очень сложно, когда ты влюблён, смотреть на других. Это да, но я повторюсь, что вы игнорируете свои личные границы. С этой девушкой не понимаю, как прояснить ситуацию. Спустить в лоб не хочу, так как это, скорее всего, разручит. Да ещё и в переписке, или даже в трёхвёном разговоре всё разручит. А если это всё разручит, не кажется ли вам, что у вас отношения-то нет? Ну не может один вопрос разручит крепкие отношения, это первое. Второе. Я думаю, если спрашивать не обязательно, вам нужно озвучить то, что вы хотите, и то, что для вас неприемлемо. Этого будет достаточно. В живую встречу не получается, ну, скорее всего, я бы ничего не решила. Я не хочу быть в состоянии посередине, с полным уважением к каждому. Слышать нет, но чтобы всё было однозначно непонятно, нет. Этого не будет, потому что речь идёт о девушке, это первое. Второе. Ваше чувство тревоги связано с тем, что вы не доверяете себе, а не с тем, что девушка что-то не сказала. Само её поведение крайне противоречиво, это нормально, и его никак нельзя отнести. Я в категорию отвали имел такой опыт, поэтому прекрасно знаю, когда девушке отшивают. Ну, возможно, девушку вообще не отшивают, но лучше ли это? Сейчас я нахожусь уже в абсурдной ситуации, когда уже пару месяцев я занят свободно и с очень туманными перспективами. Это правда. И в этой ситуации вы поместили себя сами именно благодаря тому, что он не отстаивает и не защищает свои интересы. Боясь её потерять, вероятно. У меня ощущение, что девушка одновременно хочет и боится отношений со мной или что-то сильно смущает. Возможно, только какое вам до этого дело? Вы же не психолог её. Ну, если она хочет с вами строить отношения, понимает, что боится, ну пусть обращается к специалисту. Специалисты помогут. Страх, так скажем, нивелировать. И всё, она же этого не делает, значит ей удобно. Поэтому она не посылает и не пропускает. Это, вероятно, страх сближения здесь есть, но повторюсь, это не имеет значения. Не имеет значения. Возможно, я немного накосячил в последней живой встрече, когда отвёз её домой и мы сидели в машине. Обстановка была весьма романтична, она весьма характерно смотрела на меня, точнее долго мне в глаза. Возможно, хотелось бы я её посылал. Да, обратите внимание, вот это всегда будет такая история. Всегда. Я чего-то от тебя жду, ты этого, если ты это сделаешь, я могу сказать тебе, что я этого не хотел и ты был не прав. Вот. Но сама делать не буду. То есть на вас, по сути, накладывается ответственность за двоих. Вот вам нужно решить, как вы к этому относитесь. Потому что это постоянный риск, это постоянные качели, это постоянные претензии, постоянный обид. Я был не готов к этому, так как не знал, хочу или нет. Мне кажется, вот ваша какая-то неуверенность в себе, да, и то, что вы пытаетесь объяснить, понять какие-то вещи. Это следствие того, что вы не уверены в себе. Потому что, ну что значит, не знал, хочу я её целовать или нет. Ну, вы либо хотите, либо нет. Причём, поцелуй не обязательно означает отношения. Вот. Если быть свободно, девочке свободно, что мешать поцеловаться? Просто, поэтому я просто сказал, хоть и весьма не один, но всё, пока. Проводил этот подъезд и уехал. Это вот, с точки зрения вот такого образа, девочка, как я вижу, это слабость. В общем, какое решение было бы наилучше в данной ситуации? Определить для себя личные границы, сказать об этом девочке, определить для себя, что вам приемлемо или неприемлемо, и сказать об этом девочке. И всё. Посмотреть на обратную связь, будет ли она идти навстречу или нет. Если не будет, значит, вы в своих предположениях по поводу того, что она боится и так далее, правы. Вот. И вне зависимости от того, есть ли у неё чувства к вам или нет, если она этой проблемой не занимается, то ничего хорошего из отношений не получится, потому что вы для неё не психолог. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова